Привет всем! Ну что, давайте тестить наш МАН-сортиментовоз-лесовоз 8х6. Посмотрим, как он в деле. Заведем. Вот так вот он заводится. Вот так шумит достаточно громко. И поехали! На неуправляемом, как вы говорите. Отличненько, отличненько. Так, здесь надо проехать аккуратно, не задеть. Ну давайте вот так вот, да? Будем смотреть управляемость его. Поворачиваем. И без проблем входит в поворот. Вот этот участок, где как раз батарейный отсек сюда мешает, мы проходим без проблем. Так, как-то мне здесь подвинуться. Ничего себе! Вы видели? Вывесил, вывесил задние две оси. Не одну, две оси вывесил. А тормоз двигателем есть? О, даже тормоз двигателем есть, отлично. Чух-чух-чух-чух-чух-чух, аккуратненько. Блин! Ну-ка, чуть-чуть назад. Вот они, свободные дифы. Никуда не едет. Ладно, будем карабкаться сюда. Ой-ой-ой! Ой, как жалко-то тебя, а! Ну ладно, кто и как спустились. Запаска цепанет, нет? Ну, геометрическая проходимость просто ужасная стала, вообще. При такой длине, я прям согласен. Это жесть. Поворачиваем сюда. Опять без вопросов входит в поворот, причем я начал это дело поздно. Опа! Как он на колесах-то, а, повис? Все, 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 не тормозим. Не тормозим. О-о-о-о! Жестко! Блин! Вы понимаете, что у нас тут как российские дороги. О, блин, ничего себе застел там. Так, какой-то кран тут. Сейчас, секунду. Повернем вот сюда. Блин! Зеркалом задел. Вы видали? Зеркало отвалилось просто. Ну, ничего. Продолжаем движение. Потом заберем. Отличненько, отличненько. Вообще без вопросов едет. Я хочу сказать, что как хочет, поворачивает где хочет. Итак, тут у нас уже загрузка готова. Давайте развернемся. Вот, смотрите, разворот, да? Свободные дифференциалы. Вот как можно засесть на ровной поверхности. Смотрите. А вы мне говорите, дифы, дифы, не блокируй. Блин! С российскими дорогами как их не блокировать? Их по-любому надо блокировать. И вот так аккуратненько. Отлично. И поехали на загрузку. Ну, вот так. Вот так мы где-то встанем. И будем загружаться. Так, давно не работал экскаватором. Поэтому не судите строго. Что-то батарейка садится на экскаваторе. Ну, я думаю, мы успеем хотя бы одну загрузку сделать. Чуть повыше. Понимаю, через кабину нельзя. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Просто профессионал загрузки. Ладно, открываем так. Немного пошло не по плану все. Так, вот эту надо захватить. Ну, смотрите, одну сейчас захватим. Вот, одну аккуратненько. И... Загружаем. Вот, с этой уже неплохо справился. И еще одна загрузка. О, вот это мощная пошла загрузка. Давай-давай-давай, экскаватор. А-а-а, батарейка села. Что ж такое-то? Мертвый аккумулятор, оказывается. Чуть-чуть заряда еще есть. Сколько успеем, столько загрузим. И... Есть контакт. Опускаем. Тихо, сюда чуть-чуть. Отлично. И... Раскрываем. Ой, все, идеально. Просто идеально. Отличная команда. Я понял, что мне надо опять пилить в лес. И... Готовить дровишки, так сказать. Потому что полного загруза здесь далеко нет. Ну что, готовы? Поехали. Груженый, как говорится. Поехал. Теперь, представляете, задняя ось вся просто нагружена. Вообще, жесть. Три задних оси. И передок не будет рулить, как говорили многие. Ну давайте смотреть, будет передок рулить или нет. О, даже что-то поворачивает. Сейчас, секунду. Кстати говоря, сейчас будет очень сложный заезд. Без проблем рулит. Так. И давай. Сложняво будет. Чувствую, перед ком сейчас цепанет опять. Ой-ой-ой. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Все, приехал. Уперся. Уперся вот здесь вот. И не может. Но это косяк моего строения, так сказать, дороги. Видите, да? И свободные дифы дают о себе знать. Давайте поправим. Так, все готово. Поехали. Теперь в гору. В гору самое сложное. Но на самом деле мощности хватает. Я на первой скорости. С легкостью. С легкостью преодолевает. Тетка. Кстати, сможет заехать? Нет, мне кажется, придется сейчас с разгона. Опять свободные дифы дадут о себе знать. О, вы видели? Нет, нет, нет. Это надо видеть. Подождите секундочку. Сейчас покажу. Во. Обалденно смотрится. А еще. Далее. Летающий передок на грузовике. Так. Надо было пораньше поворачивать уже. В общем-то, я не вижу проблем с поворачиваемостью никакой. Опять, смотрите, жесть просто. Ты что такой ман низкий-то оказался, а? По-моему, никто у меня здесь не цепляет так. И опять вывешиваем передок. Мощно было. Вот из-за того, что передок взлетел, здесь, да, мы не смогли за один присест повернуть. А дальше без проблем уже. И мчит. Опять российские дороги. Блин, да что ж ты будешь делать-то? Обалдеть. Задний ход, давай. Ай-яй-яй-яй-яй. Видите, какой я жестокий. Все ломаю и ломаю. Так, нужно в объезд. Я понял. Давай сюда. Отличненько, отличненько. И цель почти рядом. Цель почти рядом. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. И не цепани, пожалуйста, оптимуса. Ой, блин, на что-то наступил. Четко. Класс. Класс. Без проблем каких-либо вообще. Давай задний ход. Он и назад рулится, тоже легко. Вот таким вот образом. Шук. Ну что, развернуться здесь? Сейчас, секунду. Блин. Сейчас развернемся. Может быть. Кто-то здесь поставил экскаватор. Вот он точно мешается. Шук миллиметр. Шук миллиметр. Блин, ну длинный. Длинный вообще класс. Ну вы видели? Вы видели, как он развернулся? Не будет поворачивать, не будет поворачивать, говорили они. Вау. Блин. Забыл. Да. Мои грузовики приходят в негодность очень быстро. Оу. Опять было жестоко. И я вам здесь даже развернусь. Жесть. Ты что, решил все разгромить, что ли? Я не понимаю. Все ограждения. Тип-тих-тих-тих-тихо миллиметр, миллиметр остается. С легкостью. С легкостью. Просто, просто. Просто очень крутой ман. Нравится? Мне тоже очень нравится. Очень крутой и оригинальный. Ну что, поставил его с собратьями своими. Значит, смотрите. Это Mercedes. Да, в том году собирал. Это глоблайнер. Это Найтхолла. Это ман. Что касается длины. То у нас оба. Ну, все стоят как бы передние колеса одинаково. Вот. Причем, смотрите. Он как Мерс выпирает. Да. Примерно. А эти уже два вон там внутри. А колеса передние одинаковые. Ну, это я так вам просто показываю. Если вдруг выбираете себе, что купить. И вот эти вот два микро грузовика короткобазой. Вон там стоят. Да. Мерс с глоблайнером. И все. Найтхолла уже Оптимус идет. Видите, какой длинный. Да. То есть, вот такой удлиненный. На самом деле прилично. И это круто. Причем и Грандхолла тоже крутой. Мне очень нравится. Может быть, куплю его для коллекции. И эта длинная сосиска вот такая получается. Просто. Но если бы я не добавлял заднюю ось, то этот ман был бы в стоке. Как и Мерседес и глоблайнер. Вон видите их колеса. Вот так вот. Идем. Вот здесь вот. И все. Он бы здесь закончился. И был бы такой же. Но мы вот это все в стране добавили. Заднюю ось еще. И он вообще просто столкнущий. Но, блин, управляется без проблем. Поэтому это топ. Это круто. Ось поворотную не буду ставить. Мне и так достаточно. А вот насчет блокировки какой-нибудь хотя бы оси. Это на самом деле надо подумать. Потому что, ну, блин, ну не едет с разблокированными дифами. Потому что вот на этих, на всех, дифы везде заблокированы. И они без проблем рулятся, без проблем поворачивают, едут. И зато могут хоть где-то проехать. Реально. Ну, то есть это, ну, масштаб-то 1 к 14 всего. Масса не та, чтобы они были неповоротливые из-за заблокированных осей. Не сравнивайте с настоящими грузовиками. Здесь все немного по-другому работает. Поэтому, может быть, даже вот эту вот гряземестную ось нужно заблокировать, чтобы хоть как-то где-то цепляться. Да. Вот. А нагружать, ну, блин, ты его не нагрузишь здесь на самом деле. Это не песок. Дерево не песок и не весит столько, да. Вот Мерса иногда загрузишь. Ну, там чувствуется, да, загрузка песком. Но здесь такого нету. Так что, друзья мои, делайте правильный выбор грузовиков. Да, покупайте, который нравится. Вот. Ссылочки внизу ставлю. Там, на звуковые модули, что-нибудь для грузовиков. Заходите, смотрите. Выбирайте. Так что с этим, наверное, ну, не буду больше его тюнить. Буду уже катать. Так что смотрите на втором канале. Да. Также посмотрите видосик про Оптимуса на втором канале. Буквально выпустил два месяца с половиной назад, наверное. Он набрал почти 10 миллионов просмотров. Потому что почему Оптимус Прайм рулит Оптимус Прайм Топ. Да. Так что, друзья мои, все. Ссылка на второй канал внизу. Все остальные ссылки там. Ставьте лайки этому ману, ассортиментовозу, лесовозу. 8 на 6. Пока.